Всем привет, друзья! Канал Знамежи выехали на связи. Выдержали мы паузу в сутки после новости о смещении Дареги с позиции спикера Сената. Как и все, мы ждали хоть какого-то пояснения по этим событиям, ждали назначения, кто придет вместо дочери Назарбаева на вторую по конституции должности в стране. И когда, собственно, она сама переместится? Ничего мы не дождались. Вот сейчас будет коротко о том, что это значит. Еще раз берем пару важных новостей и чуть больше поговорим о миллиардных тратах на пропаганду в казахстанских СМИ. На прошлой неделе два больших материала на эту тему вышло, там есть о чем порассуждать. Не буду долго размусоливать вступление. Поехали! Сначала важное вступление. Уже сегодня, 4 мая, многие, уже по-настоящему многие, выйдут на работу в офис. Мы в том числе, у нас длительность попадает под разрешенную рекламную. У всех предпринимателей сейчас будет болеть голова о том, как оптимизировать расходы, чтобы не потерять в эффективности, грубо говоря, выжить с минимальными потерями. Один из инструментов сейчас – это перевод как минимум бухгалтерских процессов в облачные технологии. В Кастане одной из первых этим стала заниматься компания интернет-бухгалтерия с торговой маркой InBuch. Они работают с 1С и с помощью их сервиса можно все перевести в онлайн-формат. Это как раз позволит во время продолжающегося режима ЧП и после него, а период после него будет еще сложнее, быстро реорганизовать бизнес-процессы, снизить затраты и повысить оперативность. Сейчас компания InBuch предлагает на один месяц бесплатно подключиться к их сервису. Ваши бухгалтеры смогут дистанционно вести операционную деятельность по учету, делать выписки, прямой обмен электронных счетов фактур, актов выполненных работ, проводить операции в онлайн-кассовом аппарате. В общем, сейчас все преимущества облачной бухгалтерии можно оценить бесплатно. Компания отмечает, что если у вас есть филиалы, склады и торговые точки, все это будет вестись в одной централизованной базе с одномоментным доступом всех пользователей в режиме реального времени. Здесь есть практически все конфигурации 1С, плюс действует специальное приложение для сельхозпроизводителей. Подключив облако 1С InBuch, вы будете держать руку на пульсе, ведь офис у вас дома. Все нужные вам ссылки есть в описании. А давайте сначала коротко по Дариге. Учитывая, что дочь первого президента страны обладает серьезным влиянием на ряд крупноказахстанских медиа, можно было ждать, если не комментарий о самой Дариге Нурсутановной, то хотя бы каких-то аналитических материалов в ее защиту. Но фактически ничего подобного не было, и все это возвращает нас к тезису о том, что отставка стала до какой-то степени неожиданной. Возможно, эти публикации пойдут потоком сегодня. Из того, что я в прошлом выпуске не успел озвучить, нужно отметить, что свои страницы в фейсбуке удалили Асютан Назарбаев или Асютан Рахат, сын или не сын Дариге, что в последние месяцы, конечно, доставило ей хлопот в публичном поле. А также бывший глава КНБ Альнур Мусаев, которого анонимные телеграм-каналы плотно связывали с самой Даригой. Хотя, возможно, конечно, это все и не связанные между собой события. Ключевым вопросом во всей этой истории сейчас остается такой момент. Как все-таки было принято решение об отставке Дариге, а точнее, кто его принимал? Здесь есть две позиции. Первое. Такая в условиях ЧП и в целом спустя год после своего президента становится все более самостоятельной фигурой. Дарига Назарбаева на этот период нужна была для того, чтобы уравновесить силы, быть каким-то противовесом в борьбе политических элит. Ну, то есть, в принципе, было важно, чтобы на самом верху оставался человек с фамилией Назарбаева. Сейчас же все. Транзит переходит в другую стадию. Свою роль Даригана Урсултановна выполнила и стала вместо полезной для Такаева фигурой, фигурой вредной. Слишком активной в публичном и политическом поле. Ну, помните, конфликт по поводу этих списков привилегированных компаний, тех, кто получит помощь от государства, а также запрос в Конституционный совет с просьбой о толковании одного из пунктов Конституции, что касается законотворческих процессов. Высказалась версия, что таким образом она как бы усомнилась в праве Такаева принимать определенные решения, не считаясь парламентом. Это только версия, но, грубо говоря, согласно первой позиции, Такаев теперь совсем прям президент, который сортачивает в своих руках все больше полномочий. А от такой сильной фигуры, как Дариган Назарбаев, он решил избавиться. Есть вторая позиция, мол, нет, и эта отставка, как и остальные ключевые решения в стране, продолжают приниматься не в Акарде, а в библиотеке. Мы сейчас наблюдаем очередную, уже привычную, но в глобальном плане малозначительную рокировку к Алодину Стана Назарбаева. То есть, вторая позиция сформулирована примерно так. Не нужно быть наивными, ребят, власть остается там, где она была и раньше. Собственно, кто прав в этой ситуации, станет понятно в какое-то вот ближайшее время от того, кто все-таки займет место спикера Сената. Будь это условно Ахминжан Есимов, Боржан Байбек или кто-нибудь более близкий к Такаеву. И также интересно, куда пойдет сама Дарига Назарбаева. Кстати, есть версия, что в ближайшее время никуда она не пойдет. Ну что, классическая для нашего канала ситуация, когда мы записали выпуск, уже фактически были готовы его выдавать. И тут появилась новость о том, что Маулина Ашимбаева назначили депутатом, президент назначил Ашимбаева депутатом Сената. Для тех, кто вдруг не знает, кто это такой, Маулина Ашимбаев ранее работал замом руководителя администрации президента Тукаева. Он же руководил его предвыборной кампании. Он же участвовал, помните, в тех называемых дебатах вместо президента предвыборных. Но при этом он раньше еще был зампредом Нуратана, да, замом Назарбаева в этой организации. Вот чей он человек, решайте сами. Чисто по ощущениям, все-таки, скорее, Тукаевский. Но это только предположения пока. Поехали дальше. Теперь коронавирус. Уже хорошо, что новости про инфекцию мы имеем полное право разбирать не в первую очередь. И тем не менее, снимать с повестки коронавирус пока рано. На сегодняшнее утро, 4 мая, в Кастане зарегистрировано 3964 случаев заболевания инфекцией, вызванной COVID-19. Абсолютным лидером остается Алматы, 1291 случаи. Но, как обычно, подчеркну инфа актуально, вот момент записи этого выпуска. Когда он выйдет, цифры уже могут быть другими. Внизу ссылки на наши сети, в частности, в телеге стараемся давать оперативнее. Здесь интересный момент, что в Астане заболевших выявлено почти в два раза меньше, чем в Алматы, 698. А вот выздоровевших в столице Казахстана почти в два раза больше, чем в Алматы. 270 против 176. То есть в Астане выздоровели почти 40%, а в Алматы около 13%. Вот с чем это связано, почему в двух крупнейших городах страны так по-разному лечат людей, неизвестно. Либо идет какая-то манипуляция со статистикой. Но, как минимум, можно сказать, что самый первый прогноз министра здравоохранения Елжана Бертанова о том, что в Казахстане за апрель-май будет зафиксировано 3500 зараженных, уже не оправдался. Впрочем, Минздрав уже скорректировал эти прогнозы и процитирует от главного санитарного врача Казахстана Айжаной Смагамбетову с портала TotalKZ. На им прогнозы скорректированы, как я уже говорил, достаточно большое количество завозных случаев с приграничных территорий. Более 200 за последние две недели. Эта цифра говорит о внешней угрозе, не только о внутренней. На основании этого мы свои прогнозы немного скорректировали. То есть своих мы вроде бы контролируем, а вот те, кто приезжает и прилетает, не очень контролируем. А почему так происходит, если границы у нас вроде как закрыты? Из каких стран привозят нам коронавирус? Где эта протечка и почему ее не заткнут? А теперь давайте посчитаем деньги. На портале FactCheck на днях вышел аналитический материал Джамиля Маричевой, автора инстаграм-проекта, посвященного госзакупкам про тенге. Так вот, Джамиля, покопавшись в госзакупе, смогла найти информацию о том, что в прошлом году 36 миллиардов тенге из государственной казны получили две крупнейших телекорпорации Казахстан и Хабар. При этом деньги выделялись вне конкурсов. Если считать по курсу 390 тенге за доллар, то это было чуть больше 92 миллионов долларов. Но это чтобы вы примерно представляли, сколько денег уходит на формирование вашего общественного мнения. И, кстати, да, это не совсем я придумал, почти так записано в цели корпорации Казахстан. Status Fact Check. И, кстати, это еще не все. Кроме того, что напрямую выделяется государством в виде информационного заказа, также тоже Казахстан получает государственные информационные заказы из регионов по всей стране. С ними работают акиматы всех уровней, департаменты полиции, университеты, филармонии, болиции и так далее. При этом прибыль в виде вероятных рекламных контрактов корпорация фиксирует не очень большую. И вот еще одна цитата с Fact Check. Данных на 2012 год еще нет, но с 2014 года прибыль варьировалась от 54 до 89 миллионов тенге, от 140 до 230 тысяч долларов США, что на фоне миллиардных затрат выглядит весьма удручающе. Конец цитаты. По Хабару в целом ситуация схожая. Не будут цитировать весь материал Fact Check, но оставим ссылку на него в описании и почитайте. Единственное, еще немного про миссию Хабара, цитата. И в миссии телекорпорации прописано, что агентство выстраивает систему обратной связи между властью и обществом и занимается продвижением важнейших ценностей и государственных программ, повышая доверие к власти. Конец цитаты. Не открыл я вам, конечно, тут тайну, но лишний раз напоминать о том, сколько денег, в том числе из наших с вами налогов, идет на то, чтобы промывать мозги и повышать доверие к власти всегда полезно. Как минимум это повышает иммунитет той самой пропаганде, а повышать иммунитет нужно. Дело в том, что госзаказами и прямым 100% финансированием главных телевизионных кнопок в стране эти люди не ограничиваются. Так, например, также в газете «Время» на днях вышло небольшое расследование о том, как Акимат столицы заключил контрактов на 125 миллионов тенге на работу в социальных сетях. Частично также процитируем. Как выяснил наш корреспондент, чиновники без зрения совести оплачивают услуги диванных воинов из бюджетных средств. Например, Акимат Нурсултан не пожалел 125 миллионов тенге на то, чтобы о работе Кульгиново писали правильные комментарии в соцсетях. На языке госорганов это называется эффективное продвижение позитивного имиджа и репутации в СМИ, в социальных сетях и на других интернет-платформах. 42-летний Алтай Кульгинов стал Акимом столицы в прошлом году, и ему в некотором роде не повезло. Первая же зима на этом посту оказалась рекордной по объему выпавшего снега. Городские службы явно не справлялись со своевременной уборкой улиц, и жители Нурсултана вплоть до апреля критиковали мэра в соцсетях. На четной встрече с населением в феврале 2020 года Кульгинова прямо спросили, собирается ли он уходить в отставку из-за полного совзятка Акима района Байконыр Аскара Исилова. Глава города отшутился. В итоге Алтай Сейдирович сохранил свою должность, но вот любой житель из столицы до сих пор не завоевал. При этом Кульгинову явно не хватает поддержки со стороны населения, не хватает настолько, что он даже готов за нее платить. Конец цитаты. И да, в технической спецификации договоров с неким ТО-ДАСКО-ДАТАКОМ прописаны такие вещи, как мониторинг социальных сетей на предмет деятельности Акимата столицы и структурных подразделений города. А также цитата. Исполнитель должен реагировать на негативные публикации, размещенные на международных и костанских информационных аналитических площадках, включая формы, блоги, новостные ленты, социальные сети и писать комментарии. Причем никакие попало, а позитивно-нейтральные. И совершенно очевидно, для чего это делается, чтобы направлять дискуссию в нужное русло. Конец цитаты. А забавно, что вот этим расследованием, по сути, все усилия этого ТО по продвижению имиджа Акимата Астаны и самого Кульгинова были девальвированы. Сейчас, если вдруг напишешь свой искренний и позитивный комментарий про Акима, в любом случае тебя будут обвинять в проплаченности. А с другой стороны, сами виноваты. Попсовая, но логичная мысль. Лучше бы эти 125 миллионов тенге дополнительно направили на очистку зимой улиц от снега в Астане, тогда за позитивный комментарий, возможно, и платить бы не пришлось. Полностью материал времени вы также найдете в описании. И, кстати, да, здесь надо отметить, что Акимат прокомментировал публикацию времени, пояснив, что ни о каком продвижении позитивного имиджа государственного органа речи в договорах не идет. Правда, как тогда эти имиджевые штуки оказались в технической спецификации? Ну да ладно. В общем, в Акимате уверяют, что деньги тратятся только на мониторинг социальных сетей, чтобы оперативно выявлять запросы жителей столицы и сразу на них реагировать. Дело-то благое, конечно, но 125 миллионов тенге за год, серьезно, на то, чтобы мониторить запросы жителей о проблемах с ЖКХ или тех же нечищенных дорогах, это чуть-чуть очень сильно смешно. Есть специальные сервисы, которыми сейчас пользуются те же банки, которые помогают реагировать на запросы. Я не буду глубоко и подробно расписывать их работу, но суть в том, что в приложении забиваются ряд стоп-слов, типа Акимат Астаны, Акимат Нурсултана, Кульгинов и так далее. Как только кто-то что-то напишет в том же Фейсбуке, тот же сервис оперативно эти сообщения находит, остается только давать на них реакцию. Ну вот сколько людей могут этим заниматься? Ну хорошо 5 человек, пусть даже с ночным дежурным, с зарплатой в 1200. Плюс купить этот платный сервис, мне лень не сказать, сколько именно стоит такая подписка, но пусть даже 10 миллионов тенге в год. Но все равно в годовом выражении вся эта работа упирается в миллионов 30 с запасом, но никак не в 125. А если мы говорим про полноценную бота-ферму с живыми людьми, которая действительно должна оставлять тысячи комментариев в защиту своего клиента, то да, цифра близка к истине. Это дополнительное оборудование, сотни сим-карт, на которые создаются боты, живые комментарии и так далее, все это да, стоит денег. Только вот какого хрена Кема тратит на такую задачу такие деньги? Вообще это фундаментальный кастанский подход, принцип штукатурки. Мы будем декорировать проблемы через пыль в глаза, нежели заниматься их фундаментальным решением. Хотя, как всегда, мы же чего-то не понимаем, мы с удовольствием послушали бы разъяснения от самого Кульгинова у нас на канале. Алтай Сейдирович, дайте интервью. Учитывая, сколько денег ваша Кема тратит на мониторинг социальных сетей, наверняка это предложение до вас дойдет. Без монтажа, в прямом эфире, в любое время. Хотя просить комментарии от Акимов бывших и нынешних, как показывает практика, большого смысла нет. Болжен Кадыр Галиевич, вам тоже большой привет. Ребята, ситуация в Южном Казахстане, где сейчас наводнение, десятки тысяч людей эвакуированы, их дома затоплены, будет отдельный выпуск. У нас сейчас на месте, прям там работает нештатный корреспондент Кирилл Павлов. Кирилл общается с пострадавшими и с председателями штаба. Надеемся сегодня вот от него материал получить. Пока же мы расскажем подробно, что там сейчас происходит. А сегодня пока все. Подписывайтесь на знамя, уже выехали. Да, выпуски с рекламы, но зато без пропаганды. Выбирайте сами, что вам смотреть. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok